Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. С сыном 6 лет. В прошлом году посещали группы дошкольного развития. В секции спортивной гимнастики посещаем уже 2 года. Последние 2 месяца редко стал пассивно относиться к тренировкам на дошкольную программу. Ходить отказывается, слезы умаляет не ходить. На тренировке также. Его начинает тошнить, вырвать, иногда обманывать, что у него болит живот, что в этих сроках иногда. Как мне кажется, он у него правда болит от стресса. Проблем с преподавателем нет. Тренер тоже не строгий. Ребята, у меня тренировка раньше века выиграла. Общался, сейчас как будто боится с детей. Сидит не отходит от родителей. Муж считает, что ему нужна социальная адаптация, он побольше с детьми его общение концентрировал. Я думаю, причина в чем-то другом. Раньше он без проблем находил общение с детьми и в школе, и на тренировках. Не можем выяснить и искоренить причин уже, как только не разговаривали и спрашивали почему. У него каждый раз какие-то новые отговорки. То скучно, то он за мамой переживает, то по сестренке соскучился, то просто не хочу, то его другие ребятишки смущают. Даже слышать про школу и тренировку он не хочет. Открывает уши, начинает плакать. Просит сидеть с ним на уроках, а на тренировках быть опознавшим, чтобы пока он ждет тренера перед тренировкой, ребята не подходили и не разговаривали с ним. Дома с друзьями и соседскими ребятами общаются хорошо, играют и гуляют. Ее дети до нее старше, по 8-12 лет, но с ними общий язык находит. Почему так фанически стал бояться учебы и тренировки, ребятишек там непонятно. Конфликтов никаких там не возникало. Тренерам и педагогами тоже. Аттынки хорошие. Дома с удовольствием рассказывают, что проходили в школе и какие упражнения делали на тренировках. Но снова идти ни туда, ни туда не хочет. Ревет. Согласен на все, лишь бы не ходить. Что делать, не знаю. Дарья, ну, в первую очередь, здесь, конечно, множество, может быть, причин. Вот. Я думаю, что в первую очередь, на что бы именно я обратил бы внимание. Это, пожалуй, на то, что у вас с мужем нет единства по поводу того, что происходит с ребенком. То есть, как бы, ну, единой позиции нет. И, соответственно, это, так или иначе, на ребенка влияет. Это первое. То есть, тут может быть тревожность именно, вот, связанная, именно, именно, именно связанная с тем, что нет, ну, нет единой позиции у родителей. И человек, в смысле, вот, ребенок чувствует некоторую тревожность и страх по этому вопросу. Второй момент. Я заметил, что вы, ну, вот, пишете сыну 6 лет, в прошлом году посвящали группу дошкольного развития. То есть, посвящали, вот, вопрос, который хочется задать, кто мы. Вот, ну, то есть, какие такие мы посвящали? Какие такие группы дошкольного развития? Кто такие мы? Мы это кто? Когда речь, в принципе, идет только про вашего сына. Я бы мог здесь, в какой-то степени предположить, что у вас, у вас стерта граница между, между вами и вашим сыном. То есть, что значит, стерта границей? Это значит, что вы не отделяете себя от своего ребенка. А делать это необходимо, потому что ребенок от ребенка, а вы это вы, и вы, вы разные. А тут вот так получается, что как будто бы этой, этой разницы как будто бы нет. И если говорить о том, что может быть проблемой, то я бы, конечно, вот, в первую очередь, сделал бы акцент на это. Что довольно серьезно выделяется тот аспект, что между вами и ребенком отсутствуют эти самые личные границы. И на мой взгляд, это довольно серьезная проблема, потому что ребенку сложно почувствовать и свою идентичность. Вот. Ребенку сложно почувствовать себя самим собою. Вот. Понимаете, понимаете, да, о чем идет речь? Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, то, что, ну, ребенка, на мой взгляд, довольно большая нагрузка. То есть для чего вводить его по всем этим, как бы, местам, не очень понятно. То есть для чего группы дошкольного развития, тренировки, почему у ребенка просто не может быть спокойного детства? То есть на это вот тоже нельзя не обратить внимание, что, может быть, ребенок просто устал, может быть, ребенок просто не хочет этим заниматься, потому что он не очень понимает зачем, для чего ему это делать. Вот. То есть вы можете себе объяснить, я верю. А ему можете объяснить, зачем ему это нужно? Вот для чего ему этим всем заниматься? То есть, понимаете, ну, вот очень часто, мне бы не хотелось говорить, что это ваша история, но очень часто бывает так, что родители вводят, значит, своих, ну, своих детей, да, на вот... Такого рода мероприятия тогда, когда они, когда они или пытаются реализовывать то, что не реализовывают сами, или когда они таким образом борются с тревожностью какой-то. То есть, ну, если есть какая-то, условно говоря, неразрешенная проблема, ну, допустим, допустим, есть какая-то вот неразрешенная проблема, неразрешенная трудность, вот, у родителей, вот, есть какая-то тревожность, и они с ней борются вот таким образом. То есть, максимально, максимально, вот, пытаясь себя занять, максимально пытаясь, вот, от плечи убежать. То есть, что здесь происходит, когда такая нагрузка? Человеку некогда думать, вот, человек не учится быть наедине с собой, вот. Человек, ну, вот, как бы, в большей степени, да, находится, как бы, постоянно в движении, вот. То есть, быть, быть, постоянно в движении неплохо, но, на мой взгляд, как бы, ну, не в возрасте, который у вашего ребенка, и, на мой взгляд, ну, у вас это, вот, прямо, что называется, вот, в какой-то степени, чересчур, это, вот. Ну, опять же, в данном случае, это моя, как бы, ну, позиция, да, моя, вот, точка зрения, и совершенно понятно, что вы можете с этим быть не согласны, вот. Но, тем не менее, выглядит это не очень хорошо, вот. Ну, и, собственно, анализ атмосферы в семье, да, анализ атмосферы в вашей семейной системе, вот, мог бы, в общем и целом, помочь бы, лучше, лучше понять, понять, что происходит у вас в семье, потому что ребенок, это отражение того, что происходит в семье, если, ну, вот, если в семье не все гладко, вот, если в семье не все хорошо, то, соответственно, ребенок является отражением этого, вот. И, в первую очередь, можно говорить о том, вот, что не ребенку нужно, вот, помогать что-то делать, а вам нужно разбираться в себе, вот. Ну, в самих себе, вам и, собственно, вашему мужу, вот, и во взаимодействии, вот, ну, друг с другом, вот. Я думаю, так, я думаю, такой ответ вам можно здесь дать. Вот, я понимаю, что вы можете не согласиться, и, скорее всего, не согласитесь с какими-то аспектами, которые я привел, но все же надеюсь на то, что вы относитесь, отнесетесь к критичным, к тому, что я сказал, и если не дадите ребенку просто отдохнуть от того, что сейчас происходит до школы хотя бы, вот, то хотя бы, ну, проанализируйте, проанализируйте свои отношения внутри семьи, да, внутри семейной структуры, вот, чтобы лучше понимать, откуда идут проблемы, потому что проблемы идут именно оттуда, не от ребенка, вот. Это большая ошибка, которую делают, вот, многие родители, что они думают, что вот с их ребенком что-то не так, и пытаются искоренить проблему, вот, но ребенок это же, как бы, это ваш ребенок, и все, что он умеет, все, что он делает, это, поэтому он, в общем и целом, научился от вас, он научился у вас всему, что он делает и умеет, вот. Например, у вас он научился, как вы говорите, врать специально, что у него там болит живот и так далее, вот. У вас он увидел страх, там, общения с кем-то и так далее, вот, потому что отец, ну, не просто так, на мой взгляд, говорить про социальную, там, адаптацию, концентрацию на общение с детьми и так далее. Мне вообще кажется, что вы слишком много внимания этому уделяете всему, ну, вот, я не очень, не очень, вот, ну, не очень в данном случае понимаю, почему, то есть, почему ребенок не может, так скажем, ну, более естественно расти и развиваться, почему обязательно, вот, нужно, как-то все это контролировать и для чего, вот. Контроль обычно происходит из тревоги. Тревога – это то, что испытывает ваш ребенок, если я правильно понял. Вот вам и ответ, вот вам и ответ. Но другой вопрос, другой вопрос, захотите ли вы этот ответ принять, потому что он не подпадает под, как бы, вашу гипотезу о том, что проблема у ребенка. Я повторюсь, проблема ребенка – это проблема родителей, и поэтому, если у ребенка какие-то проблемы, в первую очередь мы всегда смотрим на родителей. Да, естественно, родители не всегда и не дают все ответственно, безусловно. И, безусловно, в вашем случае может тоже что-то произошло, например, произошла какая-то неприятная ситуация для вашего ребенка, ну, вот, было какое-то неприятное столкновение и так далее. Чтобы этот момент исключить, исключить можно, вот, чтобы этот момент исключить, да, можно сделать следующее. Вот, можно ребенка, значит, направить к детскому психологу, но это сделать нужно очень осторожно, ни в коем случае не акцентировать внимание на том, что это психолог, вот, то есть, как-то вот так вот интегрировать его в общение, и обязательно использовать игровую и клиент-центрированную терапию, да, то есть, ну, вот, в взаимодействии с ребенком, вот, потому что иначе можно его неслабо так травмировать, вот, то есть, ну, еще больше, условно говоря, травмировать, вот. Как-то так, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, и обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии, вот. Я вам желаю всего самого доброго, обращайтесь за помощь, вам она, в смысле, помощь, вне всякого сомнения нужна и пригодится.